Песня «Не знают границ» В этом году был юбилейный конкурс, 15 лет. Конкурсу «Песня «Не знают границ» и по положению, то есть все участники подают сначала заочную заявку от своего округа и уже потом округ выбирает лучшего представителя и посылает на финал уже в Екатеринбург. Вот таким представителем являлась я от Ямала-Ненецкого автономного округа. Прошел конкурс хорошо, выступили, слава богу, достойно. И что касается престижности, конечно, но для меня любой конкурс престижен. То есть любое выступление – это ответственность, это твое лицо, это твое имя, это честь твоего края, города. Поэтому для меня неважно, какой конкурс – это «Евровидение» или «Песня «Не знают границ». Понятно, что, наверное, по престижу, по каким-то затратным. То есть это немножко разный уровень. Но всегда должен быть настрой на то, что это именно сейчас, это именно то, что тебе нужно, и ты должен сделать это достойно. А как вы решили принять участие в конкурсе? Сами или, может быть, вас делегировали? Ну, это было, знаете, такое добровольно-принудительно. Потому что я когда-то уже участвовала в этом конкурсе. Я в 2003 году становилась лауреатом. Мне вручала диплом сама Пахмутова, Николая Добронравов. То есть это, конечно, было так вау. И потом говорили, что, в принципе, лауреатов уже не будут допускать к этому конкурсу. Но так как я перешла в другую возрастную категорию, и все-таки прошло уже, извините, сколько получается, 15 лет, я была победителем первого конкурса самого. То есть тогда еще не было званий гран-при. Я была на уровне, так сказать, там приезжали очень классные исполнители. То есть я была вообще ребенком еще. И приезжали джазовые певицы профессиональные. То есть они выступали с оркестром. И, конечно, я тогда была под очень таким впечатлением. В этот раз я приехала, и я была под другим впечатлением, потому что я была самой взрослой участницей. И, конечно, я соревновалась с ребятами, которым было по 17-18 лет. Но, конечно, у них немножко другой запал, немножко другие переживания, другие амбиции. То есть я уже, наверное, где-то была так поспокойнее. Но все-таки хотелось выступить не хуже. И, может быть, даже показать наоборот какой-то, знаете, быть примером. Тем более я была победителем уже этого конкурса, поэтому хотелось выложиться. Ну, насколько у меня это получилось, конечно, судили жюри. Но вот оценили звание лауреата. Кристина, скажите, а кто был в качестве судей на конкурсе? Это были заслуженные деятели, заслуженные артисты России. Это Борис Каплон, потом Герман Беленький, который был художественным руководителем на протяжении всей истории этого конкурса. Также Юрий Шиврин, потом Игорь Демарин, он был председателем жюрейской комиссии, так сказать. Также была певица и лауреата многих международных конкурсов Мария Корне. Также потрясающий, просто он очаровал вообще всех участников и участниц, конечно же. Это композитор, певец, бывший продюсер «Новой волны», между прочим, Брэндон Стоун. Он также участник «Голоса» проекта. Ну, это было потрясающе. А, ну и, конечно же, Олег Иванов, композитор, который подарил нашей эстраде немало красивых песен популярных. Жюри, знаете, было такое разнообразное, потому что было поколение того времени, так сказать, советского и нашего времени. То есть, вот Брэндон Стоун, Мария Корне, то есть, и мы даже с ними общались, Игорь, было очень интересно вас журить, потому что изначально конкурс подразумевался именно как построенный, выстроенный на вот этой советской классике, на наших песнях старых. То есть, это золотой фонд нашей российской эстрады. В этот раз получилось так, что участники привезли не только эти песни, то есть, были и современные композиции, и были другие аранжировки песен золотого фонда. И, ну, было очень интересно, на самом деле. И журить было им интересно, потому что мнения расходились. То есть, одним нравилось одно, другим нравилось другое. Ну, вот, как-то сошлись, и, в принципе, конкурс получился достаточно честный, и, мне кажется, все получили заслуженные награды. Кристина, а чем вы покорили жюри, какую песню исполняли на конкурсе? У меня, как всегда, я без приключений, во-первых, у меня ни одна поездка не обходится. Получилось так, что вообще мы везли на конкурса три произведения, потом выяснилось, что из них выбирают два. Одно произведение должно звучать с оркестром 21 века, Павел Овсяников, дирижер. И когда я посылала свои материалы, то есть, у меня была запись одной композиции «Любовь настала». Я ее здесь исполняла исключительно с оркестром, то есть, я ее, в принципе, не пела никогда под фонограмму. И я думала, что, в принципе, ее и возьмут с оркестром, и я уже была готова к этому. Поэтому получилось так, что мне пишут, присылайте свои фонограммы всех трех произведений. Я говорю, боже, какие фонограммы? Ну, то есть, я эту вообще не пела ни разу, вот так, чтобы под минус. Ну и пришлось, я нашла какой-то минус. Ну, это, конечно, в итоге оказалось, что мы не взяли эту песню, слава богу. Ну, конечно, с моей подачи, я говорю, я вас умоляю, пожалуйста, давайте тогда, раз мы выбираем две песни, мы вправе оставить две композиции. Я говорю, давайте мы тогда уберем, потому что, ну, сырой материал мне очень не хочется показывать. Одно дело петь с оркестром, когда ты уже уверена, когда ты знаешь, а здесь аранжировка, под которую ты никогда не выходила на сцену. Ну, это самодеятельность, я ее не приветствую. Потом встал вопрос по второй песне, потому что девушка с Тюмени привезла точно такую же песню. И я ей отдала полное право, я говорю, ради бога, пойте, я лучше поменяю, потому что мне очень хотелось исполнить авторскую песню, которая сейчас была написана для меня, она сейчас пишется для диска. Это песня «Девка», ее написал мой друг, композитор, музыкант, просто хороший человек, Дима Басараб в городе Губкинский. Мне очень хотелось представить именно эту песню, потому что сидели в жюри композиторы, музыканты. Как-то мне хотелось представить именно эту песню, она тем более подходила по тематике и по положению. Нужна была песня патриотического характера, там, может быть, с военной что-то темой связано. И вот как раз песня «Девка», она о том, как женщина, девушка проводила своего возлюбленного на войну, и он не вернулся. Ну и вот такая, знаете, женская тема, вроде как с уклоном на патриотику. И, знаете, зашла эта песня, причем она очень понравилась, и много отзывов хороших я получила. Я поняла, что действительно песни быть, и не зря я ее выбрала, так сказать, в свой репертуар. Тут же позвонила Дима и сказала, Дима, и Брэндон Стоун, и Олег Иванов, и, в общем, все-все-все сказали, что песня обалденная. Конечно, ну, это, мне кажется, и приятно и для самого композитора, для музыканта. Но и мне, как исполнителю, то, что у меня получилось воплотить идею этой песни, передать смысл этой песни, мне, конечно, тоже очень приятно. А первую композицию оставили в «Океане дождя», которую написал Игорь Корнилов. И самое удивительное, ее взяли петь именно с оркестром, чего я вообще не ожидала, потому что у меня там прописан бэк-вокал, то есть там сложная аранжировка, и как-то я ее с оркестром вообще, ну, то есть это можно представить, можно все сделать. В принципе, ничего невозможного нет для хороших музыкантов, для хорошего коллектива. Но вот я ее как-то вообще не видела, и тот факт, что у нас практически не было репетиций с оркестром, то есть мы только вот, да, там днем, буквально у нас было времени с 11 до 3 часов дня, мы смогли вот как-то это все склеить. Но получилось, получилось неплохо. Ну, судя по результатам, действительно, все отлично вышло. Да, поэтому спасибо большое оркестру Павлу Овсяникову, который подготовил этот материал, ну, и, конечно, организаторам, которые пошли мне навстречу и взяли две авторские песни в программу конкурсную. У вас довольно такой насыщенный творческий опыт, ну, вообще победа на этом конкурсе для вас была ожидаема? Ну, конечно, я рассчитывала, то есть приехать и получить диплом участника, но это вообще, это не про меня. Я по натуре лидер, единственное, я поняла, что надо было мне чуть-чуть поднажать в плане, может быть, подготовки, то есть чтобы увести звание гран-при, конечно, нужно было, наверное, чуть-чуть подготовиться получше. Ну, вообще хотели гран-при, да? Ну, конечно, когда есть такая награда в конкурсе, то, конечно, ты как исполнитель стремишься к лучшему, стремишься к самому высокому, и тем более, когда у тебя уже есть в истории этот вкус победы, вкус этого звания, конечно, хотелось бы. Но на самом деле потом мне открыли секрет, что шли разговоры обо мне, еще об одной участнице из города Нижневартовска, Александре Ницветаевой, и вот девушке, которая увезла все-таки это звание. Но она молодец. Если так рассуждать, то, конечно, ей заслуженно дали эту премию, потому что она действительно, видно, что человек готовился, у нее были очень сложные произведения. Как раз вот у нас с ней была вот эта состыковка репертуара, да. Она очень так фундаментально подготовилась. И, конечно, я считаю, это заслуженная победа, и дай бог здоровья, и новых побед, и вообще успехов. Я думаю, что мы не раз будем еще пересекаться. Ну, а наше дело было выступить достойно, представить свой край, свой округ. Я приложила все усилия. Может быть, где-то, да, что-то, волнение, безусловно. То есть, несмотря на свой там опыт, но волнение все равно берет свое. То есть, и сохнет в горле, и потеют ладони, и живот крутит, и все, и вообще уже не хочется ничего. Думаю, боже, когда бы это все закончилось. Ну, потому что это конкурсы, это ответственности, это жюри, это зрители, это другой зал, это соперники, в конце концов, с которыми нужно тоже и психологически уметь справляться, потому что все ходят, все настроены, тем более, когда они все молодые, а ты уже немножко так постарше. То есть, ну, но все классные, все ребята очень талантливые. Я получила, знаете, какой-то вообще... Я, наверное, не ожидала именно такого заряда эмоций и, наверное, такого результата именно эмоционального. Потому что как-то я ехала, очень я скептически относилась. Ну, как-то конкурсы уже это, я уже, наверное, уже я выросла с этого всего. То есть, как-то уже... Я больше уже привыкла к концертной деятельности, когда готовишься именно конкретно концерт и знаешь, что тебе надо выступить. И, ну, вот это другое немножко. Здесь у меня так не получилось настройство. То есть я все силы прилагала к тому, что Кристина, это просто концерт, это вот надо так же просто выйти и достойно выступить. Но вот что-то там пересохло в горле, что-то... Я слышала просто потом очень много, пересматривала, конечно же, свои записи, смотрела свои ошибки, делала работу над ошибками, не без этого. Есть, конечно, много таких нюансов, которые могли бы, наверное, и не быть, если бы ни волнение, ни тот адреналин, который просто зашкаливает. Хотелось бы спросить вас о вашем опыте. То есть вы уже говорили о том, что вкус победы-то на конкурсах вы почувствовали, его не раз уже чувствовали. А скажите, в каких вы конкурсах участвовали и что приносило вам участие в них? Ну, первый конкурс, это, конечно, наше северное сияние, родное, до боли вообще. Там я стала дипломантом. Потом пошли конкурсы окружного характера, окружного статуса, наверное, так вернее сказать. Это полярная звезда. На полярной звезде я становилась и дипломантом, и лауреатом, и вот потом в 2003 году у меня был какой-то вообще такой ударный год 2003. То есть как-то много очень всех событий. Я вот прям буквально перелистывала архив. Я такая вся с кубками сижу, то есть я потом разбираю. Здесь полярная звезда, здесь песня не знает границ. А здесь вообще мне вручали грамоту и такое благодарственное письмо от округа, от губернатора. Ну, то есть как-то было так все почетно, зачетно. И там и лауреаты, и звание гран-при. Потом были, конечно, всероссийские конкурсы, международные конкурсы. Это проходил конкурс «Надежда Европы». Потом мы участвовали в проектах «Как утренняя звезда». Но там, к сожалению, кстати, мы ничего не заняли. Да, я участвовала с группой «Лунный свет». И мы приезжали еще с нами, был участник Данила Нестеренко, наш друг, наш уже коллега. И так получилось, что в одном проекте, в одной телепередаче участвовало как бы два участника, и группа, и солист. И, конечно, они не могли дать двум участникам из одного города, то есть две премии. И они не могли выиграть этот проект одновременно. Поэтому отдали предпочтение Данилу. Но мы получили большой опыт, и это было интересно. Это сама поездка. Вообще поездки, конечно, запоминаются больше, когда выезжаешь. Я сейчас стараюсь всеми силами, особенно этот год, я думаю, что у меня удастся моих учеников больше вывозить куда-то на какие-то выездные конкурсы, чтобы они почувствовали, именно прочувствовали, во-первых, самостоятельность, во-вторых, приезжают на окружные российские международные конкурсы участники с разных уголков. То есть это обмен опытом, это как бы и даже репертуар можно себе подкопить какой-то. Ну, то есть вот какие-то такие моменты. Так что конкурсов была тьма, у меня дома такая стопка этих дипломов, что-то висит, что-то стоит, что-то лежит, что-то отксеренное. Ну, в общем, какие-то дипломы даже вот у Андрея Михайловича Биля я когда-то приезжала учиться. И я захожу на студию, понимаю, что ничего себе, у него на стене там штук пять висит моих дипломов только. Ну, то есть как-то он так это поддерживает и продвигает. Молодец, конечно, спасибо ему большое за то, что так он, как сказать, афиширует то, что вот у него занимаются не просто ученики, а ученики, которые уже что-то, чего-то достигли. А вот лично для вас победа в каком конкурсе считается самой значимой? Ну, наверное, в детстве это был конкурс «Полярная звезда» все-таки. Потому что, вы знаете, уровень был настолько высокий, чтобы победить в конкурсе «Полярная звезда», я не знаю, это надо было что-то сделать нереальное вообще. То есть чтобы стать просто дипломантом, там надо было вывернуться наизнанку. А чтобы стать победителем, я до сих пор помню свои эмоции, которые, ну, я не знаю, я вот сейчас даже вспоминаю, хочется плакать от счастья. Потому что мы стояли на сцене, объявляют всех победителей, всех лауреатов. А я стою так, что-то хлопаю, так поздравляю всех, ой, ребята, ребята, и как-то так за всех радуюсь. И тут такие фанфары торжественные, вот этот фейерверк, и объявляют и звание, гран-при. А я даже не понимаю то, что меня как бы-то не объявили еще ни разу, ничем не наградили. И я вообще думала, что я пролетела, то есть, ну, как бы, я говорю, ой, ну, что-то, что-то, я говорю, неудачно. Я приехала, и стою такая хлопаю, и звание гран-при уезжает в город Ноябрьский, вот Кристина Питула. И я понимаю, что это я. У меня такая пауза, я помню, была. И мне ребята уже танцоры там с города Лабытнанги, они, Кристина, ты что, иди, тебя назвали. А у меня просто ступор какой-то случился. Но это было так приятно, я понимала, что действительно я с моим руководителем, с моим педагогом, с моей любимой Падиаровой Екатериной Леонидовной, мы проделали большую работу. Мы действительно, вот что значит, знаете, когда ты заслуженно получаешь награду, это действительно, ну, вот такое ощущение, что вот, во-первых, чувство выполненного долга какого-то перед самой собой, перед педагогом, перед родителями, в конце концов, которые, да. Тебя поддерживают. И когда ты заслуживаешь самую высокую награду, когда тебе вручают этот кубок, тебе еще дают какой-то денежный приз, который ты можешь привезти домой, положить на стол и сказать, вот, мама, я заработала. Представляешь, то есть мои труды там, мои репетиции, мои пропуски в школе, они прошли не зря. Ну, то есть, вот, наверное, вот тот конкурс был для меня вот каким-то очень знаковым, потому что тогда с этого конкурса пошли какие-то все знакомства. Я познакомилась с Игорем Корниловым. Мы начали сотрудничать, то есть через несколько, там, через пару лет я уже приехала, когда в Москву. Мы начали с ним работать, я приходила к нему на студию, мы писали песни какие-то, где-то пробные варианты. Вот я тогда нашла песни, которые мне пришлись по душе, то есть они сейчас в моем репертуаре, я их с удовольствием пою, их уже знают люди, они играют на радио. Ну, то есть как-то вот с этого конкурса пошло, завязалась и дружба, и профессиональная какая-то работа. Поэтому, что могу сказать, здорово, что эти конкурсы есть, и что их организовывают, и что дают возможность, потому что приглашаются люди профессиональные, с Москвы, у которых есть, да, возможности чем-то помочь, как-то подсказать. То есть это очень здорово, что мы имеем эту возможность в городе Ноябрьске, да, там, выезжая даже в город Салихард, то есть из Салихарда-то тоже непросто добраться куда-либо. Поэтому это очень классно. И сейчас, честно, это дает свои плоды. Во-первых, мне есть что рассказать сейчас своим ученикам. Я знаю, как их, наверное, настроить, потому что сама была на их месте, и, ну, это классно. Я очень, я очень люблю свою работу, я очень люблю то, чем я занимаюсь, и мне кажется, знаете, вот в детстве я, когда училась в школе, ну, был такой момент, что все там подшучивали надо мной. О, ну, что ты там певица, что ты там вот поешь песни свои, это вообще все несерьезно. Потом становилась старше, то есть там тоже были такие ребята, которые пытались меня как-то так, все учились там на юристов, там на лингвистов, еще там. Я училась по своей специальности, которую я знала с детства, что я буду артисткой, я хочу стоять на сцене. Ну, вот самое парадоксальное, что я не в укор никому говорю, конечно, сам выбирает, все равно это тоже опыт. Люди даже, которые получают другие навыки, они все равно потом их применяют в своей профессии, которую они выбирают. Но что вот для меня как бы интересно, да, с течением лет получилось, то, что я вот как выбрала этот путь с детства, я ни разу не свернула. У меня пытались, я пыталась уйти, немножко квалификацию поменять, потому что у каждого творческого человека, знаете, есть такое, что, может быть, это не мое, может, там, ну, не стоит этим заниматься, что-то как-то вот, ну, ну, не идет, так сказать, бывают какие-то такие творческие застои, там, какие-то депрессии. Кем я только не пыталась быть, но я понимаю, что все равно в голове у меня песни, костюмы, номера, и я поняла, что зачем я, ну, как бы заморачиваюсь, зачем я себе пудрю, так скажем, голову, да, посторонними мыслями. Как бы если тебе Бог дал талант, как говорила моя преподавательница по актерскому мастерству, она говорит, вообще не смейте, то есть вам дан талант, и вы просто поцелованы Богом, да, в сердце, в голосовые связки, там, поэтому вы должны нести этот дар людям, вы должны его открывать, вы должны его давать, дарить его должны, то есть я как-то так поняла, что действительно то, чем я занимаюсь, приносит мне огромное удовольствие, я очень люблю свою профессию, я очень люблю свою работу, сейчас я уже педагог по вокалу, я никогда бы не подумала, конечно, что я им стану, мне все казалось, что вот, ой, это будет когда-нибудь, еще там, может быть, лет в 60, то сейчас, да, вот у меня есть свои ученики, которые также приносят мне уже свои результаты, я горжусь ими, я везде их стараюсь как-то вот возвысить, потому что они все талантливые, они все потрясающие, они все открытые вот к новым впечатлениям, к новой музыке, к новым площадкам, и то, что я вот в моих силах, тот опыт, который я получаю до сих пор, стараюсь, конечно, себя еще реализовывать как исполнитель, я, конечно, им стараюсь передать по максимуму. Кристина, остается, пожелайте вам только успехов, удачи, ну и еще много-много творческих побед. Спасибо большое. А я напомню, что наша студия открыта для всех, если у вас есть интересная тема для разговора, мы готовы ее обсудить.